После встречи с Андреем Маликовым все завертелось и закрутилось. Новые песни, новые связи и новые возможности. Начался второй этап в истории группы «Руки вверх». Все понимали, что нам нужно уже выпускаться. И Маликов начал искать тех, кому это будет. По этим ларькам, конечно, они не знать не могли, что мы уже популярны в этих кругах, в обычных. И поэтому все относились так, ну да, хорошо, какая-то новая группа. Да, вот эту песню по Максу не услышали. Мы пришли к Саше Яковлеву в студию «Союз». Он тогда возглавлял департамент танцевальной музыки, так называемой. И выпускал такие всевозможные танцевальные сборники. «Автобан», что-то еще. И говорит, ну хорошо, давайте запишите альбом у меня на нашей студии. Мы приехали туда. Студия была практически такая же, как и у Валеры. То есть мы уже все знали, все умели. Мы сразу засели за дело и начали творить какие-то песни. Мы долго думали с Серегой, что он сделал такое интересное в альбом, чтобы песни были еще не похожи друг на друга. Тогда очень было популярно обработки разных киношных сэмплов, фразы из кинофильмов. И потом у Сереги пошла в голову идея, что если записать малыша. Это практически такой ремейк. Начался он с кинофильма «Усатый нянь», где пели детишки. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Мы его тоже обработали, но оказалось, что какой-то диджей уже взял эту музыку и уже сделал на нее песню. И мы решили просто взять уже своего малыша, практически то же самое где-то песенку, чтобы он напел какую-то песенку и потом попробовать что-нибудь из этого сделать. За героем новой песни ребятам далеко ходить не пришлось. Им стал трехлетний малыш, живший с мамой и папой, этажом выше. С семьей Пахомова в то время Жуков и Потехин здорово сдружились, а к забавному Сашке относились как к младшему брату. «У меня была куча от них подарков там, игрушек всяких роботов. Помню, самый мой любимый робот от них был. Орел такой. Ну, у них что-то мигало, да, у них в аромат там большой такой батарейки были. Медведь был, волк, да, еще какая-то там тарелка. И в один вечер я ему говорю, слушай, давай Сашку запишем на диктофон. Он так смешно говорит, Саш, иди сюда. Пацан подбежал. Я говорю, можешь сказать, руки вверх, он. Руки вверх. Я говорю, отлично. А вот можешь сказать, я хороший мальчик, я хороший мальчик, а, классно. А ты музыку слушаешь? Да, я слушаю музыку. Вот здорово. Ну, помню, я сидел на диване. Поставили. Диктофон. Меня записывали. А что записывали? Ну, мои первые слова там. Я хороший мальчик. Я люблю мороженое. Папа сказал тебе спать. В конце концов он просто начал рассказывать, что у него подружка Даша Мы с ней гуляем И вот он начал разговор Естественно, если послушать песенку, то слышно, как он Мы с ней гуляем Что-то он стоял, в нос себе что-то говорил, а мы пытались его записать Потом, когда мы уже выбирали сэмпл Мы сами не думали, что так получится очень смешно Все было так некачественно, ужасно Вот я сейчас слушаю первый альбом Вот, такая грязь, но с диктофона, представьте, да Еще перезаписать потом это, еще потом, ну, то есть, вот Но зато главное мы добились, да Такого еще не было, это было оригинально На самом начале, когда спрашивали, вот, помнишь, в детстве Приходили, записывали На диктофон, потом из этого пресня состояли Ну, я отвечал, ну, смутно, помню Потому что думал, что это я сон Потом узнал, что это не сон Потом он стал хвастаться в школе Все говорили, не верю, не верю Принес фотографию, все поверили Это был эксперимент И эксперимент удался И песня «Малыш» получилась достаточно веселой И я помню, как практически изо всех машина эта песня звучала И мы с радостью просто, что у нас в руках там мега-хит Потому что мы там везде поставили В Европе и Азии на дискотеке там проверили Тут проверили Я даже на роксе ночью в эфир загнал песню Хоть это роковая радиостанция, но я там все равно там пошел Наперекор всем там программным директорам Вот, все говорят, все супер Мы пришли к Яковлеву, говорим, вот, наша песня еще одна Надо срочно выпускать Вот Он слушает, говорит Нет, это полная лажа, вообще фуфло Как можно? Вы что, эксплуатировать детей? Нет, да нет И это не то Вот пишите там, что вы раньше писали Там, в истории любви, вот это все Мы расстроенные Приходим к Маликова, говорим Слушай, ну, ты же понимаешь, что песня классная? Он, понимаю Говорит, ну, а чего он ерепенец-то? Почему он не хочет? Говорит, ну, откуда я знаю? Пошел с ним говорить Тот говорит, нет, я против такой музыки Нет, пишите что-нибудь другое Пишите там, вот это В результате Мы в расстроенных чувствах Хотели писать что-то еще Я Хотела быть Точной копией Сережи Жукова Он интересный Прикольный Он как все, но не такой, как все Через стернии звезды Таким был путь двух самарских ребят Алексея и Сергея И казалось, тернии уже позади И впереди у них новые песни Новые альбомы, клипы Невероятная известность Дикие ротации на радио И десятки фан-клубов по всей России Но кто же тогда знал Что звезды Это те же тернии И что, ой, как нелегко Служится судьба Сергея Жукова И Алексея Потехина в шоу-бизнесе Пройдут ли они все испытания? Выйдут ли из них победители? Об этом в следующих сериях фильма Руки вверх Десять лет Все по-честному Продолжаем за сутки Субтитры сделал DimaTorzok